Привет! Мысли вслух. А вы знаете, очень много тренингов, которые говорят, что нужно выйти из зоны комфорта. А я вот здесь подумала, а ведь есть люди, которые еще даже туда не заходили. Они не знают, что такое зона комфорта, поэтому недовольны своей жизнью. Они не знают, как им правильно, что им правильно. Ну, в общем, одним словом, запутались. Или живут, вы знаете, и не знают, что может быть лучше. Когда-то мне рассказали одну вещь, что все сидим мы в болоте или в том самом говне, болото из говна. И все сидим вот так. И что происходит, когда кто-то видит, что можно выбраться и забраться туда наверх, на бережок, и там тихо, спокойно, тепло, солнышко, нет, и мы не захлебываемся. Они начинают карабкаться. И что происходит? Происходит вот такая вот волна. И люди, кто рядом, начинают захлебываться в этом говне. А дальше что происходит? Эти же люди начинают хватать его за ноги и опять тянуть назад. И говорят, не надо гнать волну. И что происходит? Мало кто людей, кто помогает выбраться. А очень многие топят. Поэтому найти ту самую зону комфорта? Или сидеть в болоте и не рыпаться? Или все-таки рыпаться и подняться в эту зону комфорта? А мало, вы знаете, еще самое страшное. Когда кто-то дает руку для того, чтобы вытянуть человека в эту зону комфорта. И что происходит? А происходит очень следующее. Те, которые внизу, они тянут за ноги. И иногда бывает так, что даже те люди, которые живут в зоне комфорта, они падают. Падают вниз только потому, что за его руку цепляются многие ноги, которые не хотят или говорят, что такого зоны не существует. Поэтому, когда вы видите тренинги, выйдите из зоны комфорта. А может быть, из зоны некомфорта и войдите в зону комфорта. Подумайте, что для вас лучше. Пока-пока. Продолжение следует...